Мы видим, что пандемия постепенно-постепенно сходит на нет, потому что любой страх, он притупляется, любая отчетливость растворяется. И человек, который еще там вчера дрожал перед тем, как войти в темную комнату, у него глаза привыкают и он уже видит очертания предметов. То же самое и, конечно, с большим страхом. С страхом перед болезнями, страхом перед неопределенностью, страхом перед какой-то новизной и так далее. Человек привыкает, человек как таракан, как известно, привычен ко всему. И постоянно поддерживать вот этот вот террор ковидный система не может, потому что очень сложно, нужны большие ресурсы, нужно постоянно нагнетать, 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 но не всегда получается. Люди перебавили лишь один, два, три раза. Сделавшие все возможные уколы по пятому, седьмому и десятому кругу, уже не воспринимают это как некий экзистенциальный вызов. Они воспринимают это уже как обыденность и просто как необходимый какой-то элемент социального бытования. Поэтому мы видим, что хотя и пытаются натягивать с этим новым вирусом, названным омикроном, не происходит того, чего они хотели. То есть переход в цифровую диктатуру через контроль передвижения, через контроль действия, через программирование посредством массового психоза, создание массового страха, то, что называется, и о чем мы говорили, агнст, не получается, потому что человек уже не столь однороден, потому как у всякого действия есть противодействие, ну и все остальное. Поэтому постоянный страх в том виде, в который нас хотели погрузить, он не состоялся. Но нужна новая нормативность, потому что мы переходим в новую фазу цивилизационного развития. Соответственно, нужны свои идолы, нужна своя религия, нужна своя мораль, нужны красные флажки новые, и нужны свои кумиры, свои антихристы своего времени, конечно. Мы знаем, что, по сути говоря, антихрист — это воплощение коллективной власти. Даджал — это и есть власть, власть несправедливости, угнетения, тирании и богопротивности. Это и есть вот прото-даджал, что называется, прото-антихрист, который будет, конечно, верифицирован и персоналифицирован, персонализован к концу времени, к тому, что названо эсхатологией. А сейчас мы получаем то, что система готовится к приходу этих времен. Она готовится по-своему, верующие люди готовятся со своей стороны, система выкатывает свои гаубицы, расчехляет и бьет, что называется, по штабам. Так вот, одной из новых тем, которая должна прийти, возможно, на смену пандемии, потому что, как я уже сказал, постоянно поддерживать страх невозможно. У него есть еще одна темная сторона — dark side. Страх сковывает человек, он перестает работать, он излучает слишком много негатива, он находится в постоянном стрессе, а не стрессов стоит человек, человек плохо работает. Ну, вспомним последнюю матрицу, четвертую, да, как Нео вот за счет того, что он находится на психозе, его система контролирует. Но он не эффективен, он не выдает продукт, он творческий, что называется, имеет малый потенциал, работает плохо, постоянно пьет таблетки, ну и так далее. В общем, никудышный человек, его только выкидывает. Но задача системы — выцеживать из человека как можно больше энергии, энергии времени, конечного продукта, ну и так далее. Поэтому ведут еще дополнительную опцию в виде новой нормативности — это отношение к ЛГБТ. Если раньше, например, и сейчас при пересечении границы с нас спрашивают там ПЦР, справку с нас спрашивают, справку об вакцине и так далее, то в скором времени будут спрашивать наши отношения про ЛГБТ, будут шерстить социальные сети, являешься ли ты гомофобом, являешься ли ты противником трансгендеров, ну и так далее. На основе этого будут выносить вердикт — пропускать человека в ту или иную страну, не пропускать. То есть сознательно будут крушить его моральную стену. Потому что, ну как говорил еще Ницше в свое время, у аристократов своя мораль и у плебса есть своя мораль. Так вот, плебсу эту мораль, конечно, навяжут через признание роли агрессивного меньшинства ЛГБТ, потому что, конечно, ЛГБТ, или как вот я тут придумал новый термин — гомогуманизм, он будет навязываться, потому что старая гуманная система, старый гуманизм, классический гуманизм образца начала 19 века — он уже не работает, он потому что себя исчерпал, все это уже и так понятно. А нужна новая какая-то составляющая, нужна новая древко, которым будут тыкать, которым будут истязать человека, как вот, знаете, копьем, которым проткнули якобы Иисуса, то, что называется, у христиан, да, и кровь просочилась в этот сосуд Грааля. Вот это копье — это новое копье системы, которым они хотят протыкать людей и сцеживать с них эту кровь, эссенцию, эссенцию крови для того, чтобы как бы поддерживать существование социальной жизни, социального бытия, собственно говоря, социум является материальным воплощением бытия, да, бытия с большим минусом. И поэтому ЛГБТ станет новой нормой, скажем так, новым функциональным аспектом системы, которым будут давить. Ну вот, как говорят, там, фашист, не фашист, например, коммунист, не коммунист, как это раньше было. Сейчас будут вот через отношение к ЛГБТ проявлять и держать людей в узде, потому что принятие ЛГБТ будет означать, что человек готов отказаться от тех своих моральных устоев, потому что старая система, как бы там ни было, модерн, даже постмодерн, держался на каких-то основаниях старых. Это пострелигиозное сознание, когда уже религия смешалась с гуманизмом, когда, по сути дела, человек и является идолом. Но сейчас нужен новый идол, гому-идол, идол извращенный, идол андрогинный. С одной стороны, он является женщиной, с другой мужчиной, а на выходе он вообще трансгендер, ну и так далее. Все это прекрасно описано у Пелевина в последнем романе. Но художественный образ, мы видим, воплощается в политической реальности. Более того, система, она обращается в этом смысле к истокам. Она говорит, что вот Платон, а западный мир. Вообще, цивилизация стоит на платонизме, на монизме, на идее того, что все едино в каком-то экстатическом сцеплении. И, конечно, обращается и адресует тех, кто вопрошает по этому поводу к известному произведению Платона Пир, где сказано, собственно говоря, что любовь возможна только между мужчиной и мужчиной. Настоящее. То, что названо платонической любовью, да, сверхчувственной любовью. И если какие-то умные люди будут задаваться вопросом, им будут выкатывать Платона с этим пиром, вот, пожалуйста, вот Платон, это ваше все, собственно говоря, что за пределами Платона ничего нет. Хайдегер и тот не вышел за края Платона или, как сказал один французский мыслитель. Вся философия это просто записки на краях, на полях платоновых записей. Простые люди, конечно, до Платона не доползли. Если доползли, то знают о нем только из вот этой вот истории про пещеру и людей, которые там ознакомятся с миром через тени, которые ходят. Вот люди, большая часть людей, так называемый средний человек, это тени. Этим тенем будут навязывать новую реальность через пандемию, как страх, и через функциональную нормативность, как признание или не признание ЛГБТ.